С 1977 года каждый нечетный год проводится регата через Атлантический океан. Мини-трансад. Это одиночная парусная гонка на яхтах длиной всего 6,5 метров. Она входит в топ-10 самых престижных морских соревнований. Участникам регаты предстоит гонка в очень сложных погодных условиях. Их смены во время соревнований борются не только друг с другом, но и со стихией. Прикладывают очень большие физические и эмоциональные усилия. Все на пределе человеческих возможностей. Гонка проходит без остановок. Их смены живут на яхте по специальному режиму. Очень интересно. Каждый час на сон отводится 15-20 минут. В этом 2021 году в честь нашей страны на этой сложнейшей яхтенной регате будет защищать Ирина Грачева. Петербурженка, яхтсменка, рекордсменка мира по времени трансатлантического перехода на яхте с экипажем из двух человек от Бермудских островов до Плимута. Ирина выходит с нами на прямую связь. Ирина, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Петербург. Ирина, вы сейчас на каком этапе подготовки находитесь? Мы сейчас, можно сказать, на финишной прямой перед стартом гонки. Готовим яхту технически. То есть уже пройдены все квалификации, уже пройдены практически все тренировки. И мы занимаемся чисто техникой. Вам предстоит уникальное, удивительное путешествие, спортивное состязание. Скажите, ваши родные, близкие, друзья как-то поделены на два лагеря? Одни говорят, давай, давай, давай. Вторые говорят, подумай. Одна, трансатлантика. А как вас поддерживают родные и близкие? Расскажите. Родные и близкие поддерживают очень сильно. И это один лагерь, который действительно... Я ощущаю большую поддержку этого лагеря. Они за меня, и я точно знаю, что они в меня верят. И готовы со мной даже, может быть, были бы пройти этот путь. Но ребята одиночные. Ирина, что будет, вам кажется, самым сложным? Это все-таки соперники, конкуренты или стихия? Наверное, все-таки соперники, потому что класс мини очень динамично развивается. И практически каждый год с верфей сходят новые и новые лодки. То есть технологии идут вперед. И конкурировать очень и очень сложно. Именно в техническом плане, именно с соперниками. А раз уж мы говорим о людях и технике, на ваш профессиональный взгляд, если вдруг что-то не получается в подобной гонке, это скорее сдают люди или скорее это какая-то, может быть, техническая поломка техники, которая мешает спортсменам достичь цели? Действительно, примерно 10-15% спортсменов не доходят до финиша и вынуждены сойти. Как правило, это технические поломки, отказ электроснабжения, поломки физические, как поломка мачты, поломка корпуса, поломка келя, встреча с какими-то плавающими объектами. Наверное, это самая большая опасность в океане, потому что ты не можешь их заранее увидеть. И если все-таки говорить о людях, то к старту этой гонки мы приходим уже очень подготовленными. То есть каждый из нас прошел много квалификаций, 2,5 тысячи миль как минимум. И мы знаем, что морально выстоим. То есть именно по моральным соображениям люди не сходят. Но также важна стратегия в гонке, которая позволит прийти к финишу быстрее или, наоборот, приошибнуть задержаться в пути. Вы сами на себя настраиваете? На победу, на призовые места? Попадали в пятерку сильнейших? Или всегда любой спортсмен должен настраивать себя на победу в любом случае? Конечно, мы должны думать о победе, но мы должны быть реалистичными. Каждый из нас знает, что кто-то в этот раз не дойдет до финиша. И если спросить любого гонщика в нашем классе, на какой результат он рассчитывает, он скажет, что в первую очередь я хотел бы дойти до финиша. Просто дойти до финиша, я буду счастлив. Но если говорить о результатах, то сейчас для меня это уже второй проект. Четыре года я в этом классе и рассчитываю, хотела бы быть в первой пятерке. Мы верим, что так и произойдет. Мы рассказывали нашим телезрителям об особом режиме, который действует во время подобных переходов, что на сон каждый час выделяется по 10-15 минут. Это правда? И как к этому можно привыкнуть? И какие еще, может быть, есть удивительные особенности режима одиночного перехода через Трансатлантику? Мы спим, конечно же, не каждый час, но действительно мы спим не больше. 15-20-30 минут подряд. Из соображений безопасности, в первую очередь, и из соображений гоночных, чтобы все время следить за своими парусами и перенастроить их в случае изменения ветра. Чтобы не проспать победу. Конечно. Ирина, а что больше всего вас привлекает в океане? Потому что, безусловно, стихия очень свободная, но при этом, безусловно, она таит столько в себе опасностей и трудностей. Что вас привлекает в первую очередь в океане? Мне нравится сейчас, что я его чувствую. Мне нравится, что когда я там нахожусь, я понимаю, что я в какой-то своей стихии. Что вот это вот мое, и какое-то единение с океаном есть. И в то же время и вызов. Потому что, действительно, ситуации могут быть непростые. И все вот вместе комбинация меня туда влечет. Атлантика ваш любимый океан? Или, возможно, самый любимый у вас? Индийский, тихий? Северный ледовитый. Северный ледовитый, думаю, что нет, но возможно. Мне бы очень хотелось походить в Северном ледовитом океане. Пока больше всего опыта у меня в Атлантике. И, честно скажу, я уже смотрю в сторону Южного океана, и в сторону более крупных лодок, и в сторону более продолжительных регат. Ирина, ну что ж, мы желаем вам ни пуха, ни пера. Семь футов под килем. Будем болеть за вас, переживать и ждать только самых добрых новостей в тот момент, когда ваша гонка будет подходить к завершению. Удачи. Спасибо большое и всем хорошего дня. Счастливо.